А тем временем в области идет подготовка к созданию полицейской комиссии, которая в отличие от аттестационной будет действовать на постоянной основе. За право участвовать в ней сегодня сражались общественники за круглым столом. По закону за двух кандидатов в состав полицейской комиссии должен голосовать областной совет. От основной работы не освобождает, денег платить не будут, но в полицейскую комиссию желающих хватает. Уже поданы 12 заявлений, двое, правда, свои кандидатуры сняли, а вот из остальных надо выбрать всего двоих. Основные полномочия полицейской комиссии – это проведение отбора конкурса на службу в органы внутренних дел и проведение конкурса на призначенную авокатную посадку. За участие в полицейской комиссии активисты готовы бороться. Почему? Не было опубликовано на сайте образец документа, требования и так далее. Почему? То есть мы сейчас проводим колуарно, где-то там, по беспределу, отбор некоторых кандидатов. О какой колуарщине может идти речь, если глава НП в Запорожской области на сессии облсовета публично заявил о том, что комиссия будет создана и они ждут кандидатов. Почему я это уточняю сейчас? Потому что вы сейчас своими высказываниями по поводу колуарщины, вы вот весь пакет документов людей, которые подали, вы их также обвиняете в сговоре и в колуарщине. Все кандидаты, которые посчитали нужными и общественные организации, подать свои предложения и своих кандидатов, они реализовали свое право. На основании этих поданий сделаны соответствующие проекты решений. При проведении согласительного совета, скажу вам, от представителей депутатских фракций, обсуждался вопрос о том, что кого-то из кандидатов не допустить, пользуясь полномочиями согласительного совета и так далее. Позиция согласительного совета была единогласна допустить всех кандидатов. На сегодня двумя комиссиями облсовета рекомендовано снять рассмотрение кандидатур в полицейскую комиссию с повестки дня сессии, составить регламент и объявить официальный конкурс. По идее, полицейская комиссия должна заработать после проведения аттестации. Однако этот процесс в связи с многочисленными судебными исками приостановлен на неопределенный период.